Две сотни молодых людей, стройным шагом в сопровождении оркестра по центральной улице столицы, картина словно из советского прошлого. Студенты идут к площади победы на смотр конкурс строевой песни. Когда человек прошел строем, прошел не просто так, а прошел по площади, на которой горит вечный огонь, то он приобщился к нашей великой истории. На площади все как на армейском плацу. Соревнуются 10 команд, нужно прочеканить шаг в ритм, без единой ошибки подбадривают себя участники строевой песни. На тобой учу, как знамена, годы наших великих побед. Солнце славных боев озаренных, весь этот путь в наших песнях во свет. На подготовку конкурса студентам давалось всего неделя. Основы строевого шага постигали самостоятельно, без учителей. Маршировали по несколько часов в день под окнами студенческих общежитий. Проходило и под дождем, и в хорошую погоду, и в плохую. Но никто не расходился. Все отработали на полную силу. Большинство в строю девушки, а подавляющая часть парней в руках держали пока лишь письменную ручку. На солдатскую выправку филологов, историков, ботаников строгое жюри оценило на твердую пятерку. Была слаженность строя, была дисциплина строя, была попытка однообразия формы одежды. Ну и, соответственно, прохождение торжества маршами с песней, оно было видно, что шли уже сформированные подразделения. Возвратить конкурс строевой песни стало возможным благодаря гранту, который ХГУ получил от администрации Абакана. Теперь смотр будут организовывать каждый год. В планах привлечь и другие вузы республики. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. С праздником всех!